Путь начался в городе Чебоксары Путь начался в городе Чебоксары Путь начался в городе Чебоксары 99% молодежи были с прическами, которые раз в 10, короче, чем у нас Но это заставило в какое-то время заниматься спортом. Я боксом, в частности. Меня и Гидор. Спорт помог в жизни на этот момент? Конечно, помог. Конечно, абсолютно. Спорт – это энергия в теле, энергия в внутреннем характере, который делает тебя каким-то таким агрессивным и сильным. Как родилась эта бизнес молодость? Очень четко произошло понимание. То, что давай напишем книгу. Не было желания тогда еще сделать этот проект. Тогда было желание именно написать книгу. Ну, и все-таки была идея собрать его. Да, да, да. Но не было идеи семинаров, поучингов. Вот этого пока не было еще. Это был зародыш. И как-то вот так вот мы сплелись мозгами, что на салфетке, которую мы попросили у официантов, мы написали несколько концептов, которые сейчас называются техниками. Которые называются техниками. Те, кота за яйцами, люди – герои – боги. Мы решили долго не тянуть, ну, что делать, чтобы написать книгу максимально быстро. Мы решили провести семинар и написать там книгу. Ну, это, сидя в Чехане, я направил своей знакомой Наташей Федотовой из бизнес-аккубаторовой школы экономики и поставили через две недели на курсию. Вот мой телефон, а я его не мог найти. Алло! Ой, Андрей, Андрей, привет, привет. Окей, есть. Слушаюсь. Андрей Парабеллум – это очень важный человек в нашей жизни. Это человек, который как вампир, который как когда кусает, жизнь изменяется навсегда. Он был один из тех людей, кто так сильно повлиял. Парабелли и другие люди, но Андрей Парабеллум – это очень важный человек. Кого вы хотите видеть вокруг себя сейчас в этом огромном проекте? Ну, бизнес-молодости – четкий отбор. Есть две группы уже сейчас родилось. Одна группа называется «Чистилище», другая группа называется «Полье». И это критерий номер один. Должен прийти человек с чувством юмора, который этот юмор поймет. В «Чистилище» у нас занимаются новички, которые только приходят, но все проходят через «Чистилище», через начальную группу. Если человек добивается высокого результата, делает сотку за месяц, делает свой бизнес в три недели, он имеет возможность попасть в закрытую группу блоги, где происходит, собственно говоря, самый сок. Еще хочется сказать, что сейчас бизнес-молодость – это не семинары, это не какие-то групповые колочек. Сейчас концепция бизнес-молодости – это мир бизнес-молодости. Если у вас мир говно, все люди сволочи, мы вас не возьмем. Вот все. Первый шаг бизнес-молодости – это встроить в себя навык зарабатывания денег. Причем неважно на чем. С этим навыком человек уже идет дальше. В масштабные, инновационные, интересные проекты. Есть магическая цифра 4. Они сделали один – провалились. Они сделали второй – провалились еще больнее. Они сделали третий – еще больнее провалились. Но ни на втором, ни на третьем этапе не бросили. И вот просто статистика на четвертом, в четвертый раз у них получается. Если человек не тормозит и без креатива, тупо делает то, что ему говорят в бизнес-молодости, он гарантированно получает результат. На бизнес-молодости мы всех участников видим, как под лупой. Вот тебе сказали, вот двое на одинаковых стартных условиях. Им говорят одинаковые вещи – делай раз, два, три, делай раз, два, три. Но почему-то через неделю один приходит с деньгами, один приходит с проблемой. И мы стали… И очень четко прослеживалось, что делает один и что делает второй. Так вот, один всегда натыкается на какую-то проблему, любую, и останавливается. А второй в этот момент находит решение этой проблемы. Он звонит своим знакомым, он звонит нас, достает. И мы за вторыми заметили. И за собой в частности. Что? Есть немножко и другие мысли в голове. Они наблюдают за теми, у кого не получилось, и говорят, ну да, нам-то проще. У нас-то есть знакомы. Ну да, нам-то проще. Я-то тексты не буду писать. Ну, мне-то проще. Я нахожусь в бизнес-молодости. Ну вот как-то так. Проще, легче, выше и веселее. Согласны? Да, абсолютно. Продолжение следует...